Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снова снимаю небольшой влог. И начать я его хочу с отзыва о швабре. Меня просили рассказать, потому что видели в моих, скажем так, влогах об уборке вот эту швабру. На самом деле, вот эту швабру, она у меня уже такая в неприглядном виде, на самом деле, потому что ей уже больше года, и я пользуюсь ей постоянно. К ней снизу прикрепляется вот такая губка, я ее показывать не буду, просто она у меня уже, на самом деле, в неприглядном виде. Покупала я эту швабру в ленте, была на нее какая-то скидка, она стоила что-то в районе 900 рублей, что-то такое. Я также в самой ленте покупала вот эту вот губку, которая вот здесь вот внизу находится. Я ее покупала просто потому, что первую, которая у меня была, я ее постирала, и вот это дело. И так и не могла потом найти, поэтому приобрела себе новую. Они продаются там же в ленте, в отделе, где швабры. Ну, не знаю, по крайней мере, недавно я там ее видела, потому что уже планирую заменить эту. Вот этой насадкой самой, да, вот этой губкой, я пользуюсь уже, наверное, месяцев 8 точно. И, в принципе, она просто такая, ну, стала неприглядная, но при этом моет все равно хорошо. Я думаю, что на самом деле можно замыть до тыр. Я до этого все время использовала такие швабры, знаете, которые надо отжимать с губкой такой. В принципе, они мне нравились, но они у меня постоянно ломались. У меня даже была какая-то достаточно дорогая швабра такая. Во-первых, мне нужно менять эти губки, потому что они начинают вонять. И, в общем, не сильно они мне были удобны. И потом я приобрела вот эту, и этой я просто супер довольна. Она супер оттирает различные, знаете, вот там у меня дети могут пролить сок или там собака, не знаю, как-то где-то пройдет. И вот остаются такие пятна на кафеле, на ламинате. Отмывает просто на ура. Не знаю, чуть-чуть добавляю в воду средства для мытья. И просто я ей супер довольна. Вот эту губку можно снять, постирать. То есть швабры я супер как довольна. Ею я также, бывает, мою кафельные стены в ванной, в туалете, да, вот эти вот поверхности. В принципе, ну, я довольна на все 100%. Единственный момент в моей швабре, вот здесь вот, вот эта самочасть, да, которая непосредственно закрывает и отжимает, да, вот таким образом, она у меня, вот здесь вот был что-то типа самореза, который вот держал саму вот эту штучку. И у меня постоянно туда забивался то ли песок, то ли шерсть от собаки, то ли что. И в итоге я попросила мужа вообще, и было никак не отжать, то есть она застревала постоянно. И я мужа попросила вообще вот эту штучку открутить. И у меня осталось, то есть сама вот эта вот, она ходит туда-сюда, но мне, в принципе, полы мыть не мешает. Но это, я думаю, только у меня, потому что у меня загородный дом, у меня много песка дети притаскивают, плюс две собаки, конечно, шерсти тоже очень много. Но, в общем и целом, она мне очень нравится, и менять я ее не хочу, и поэтому всем рекомендую. Я знаю, что они продаются еще в каких-то профессиональных магазинах, и площадь вот этой самой губки больше, но и стоит, соответственно, дороже. Я считаю, что можно не переплачивать, а купить в ленте за, не знаю, там даже за ту же тысячу рублей, и прослужит она вам достаточно долго. Также в этом видео я хочу с вами поделиться моей находкой. Возможно, для кого-то это будет не новое, но для меня на самом деле новое. Я впервые купила вот такое вот масло. Это рыжиковое масло, я купила его в ленте, стоило оно 80 рублей. Единственное, что мне не нравится, это вот пластиковая бутылка, но, не знаю, я могу пережить, это просто супер масло. Во-первых, оно очень богатое по составу, я вот вам сейчас зачитаю. Он производится из семян маслячного растения рыжика, обладает слегка острым, сбалансированным вкусом и высокой пищевой ценностью. Отличается высоким естественным содержанием полинасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, B-каротин и витамин Е. Я так понимаю, что это масло изготавливается в Ростове, ну, по крайней мере, здесь так написано. И, девочки, оно пахнет, вот, по крайней мере, по мне, знаете, такими маринованными или даже не маринованными, а малосольными огурчиками. Оно действительно немножечко такое, такое остренькое на вкус. Я добавляю его в овощные салаты, мама делала у меня недавно винегрет, добавляла тоже туда, получается безумно вкусно. У меня даже едят дети. Я вам, девочки, очень всем рекомендую, если у вас есть где-то в продаже такое масло, может быть, вы уже и знаете о таком масле, я вам очень сильно рекомендую. Но я посмотрела в ленте, вот, стеклянной упаковки данного масла нету, что очень жалко. Я все-таки люблю подобные масла, чтобы они хранились в стеклянной упаковке, но это просто супер вкусно. Я вот люблю льняное масло даже по вкусу, а вот это вот, это просто верх. Я не знаю, я на него подсела и буду теперь обязательно покупать еще, и всем вам очень сильно советую. Вот поближе покажу вам вот это масло, очень оно вкусненькое, девочки, я очень вам рекомендую, не знаю, обязательно его попробуйте. Вот видите, производство Ростов-на-Дону, и вот можете посмотреть, вот видите, омега-3, 6, бета-ператин, ну просто, мне кажется, супер. Видите, подходит для крупенных блюд плова, гарниров, каш, выпечки, соусов, подливок. Вот видите, от язвенных всяких болезней, в общем, ну просто, вареных овощей, винегретов, салаты. Просто, на самом деле, очень вкусная вещь. Я вам очень рекомендую, обязательно попробуйте. Вот я впервые увидела, и моя мама даже тоже ни разу не слышала о таком маслице, но вам очень сильно рекомендую. Также в этом видео я хочу вам показать наше небольшое приобретение. Я уже говорила, что я хотела заказать детям в детскую стулья, ну, компьютерные стулья, но чтобы вот они сидели, занимались, делали уроки, рисовали, и все в этом духе. И сейчас вам покажу, вот буквально недавно мне муж привез мой заказ, я заказывала через интернет-магазин, достаточно получилось все недорого. И себе я тоже приобрела стул, чему очень-очень довольна. Сейчас вам ставлю кусочек видео, покажу. Стретки открыл! Да, давай, открывай. Сам будешь собирать? Не знаю. Не знаешь? Да, вот. Да я стульчики заказала, да, чтобы сидеть. Зелененькие. Бардак накрывать. Ого, ничего себе, они такие зеленые. Прям очень ярко зеленые. Да. Ну что, будешь собирать? Будешь собирать. Или с папой будете собирать? Один, с папой. Что делать, ты, тоси? Папа, уже скучно. Папа, дай. А теперь крутится. Ты за ручки-то держись. Ну и как? Класс? Король? Вот, ты уже потом подрастешь и будешь уроки делать за столом, да? Да. Нет. Я хочу вам помочь. Ну давай, помогай. Ой, вы самые счастливые. Прикинь. Телан, садись. Я хочу вам помочь. Так вот здесь ничего, помогать. Не смогу только и все. Класс. Такие ярко зеленые. У нас обои в зеленом. Так что как раз. Прикольно. Так что мальчишка у меня готова уже. А это мой стульчик, да? Угу. Также меня девочки спрашивали про мой осенний уход. Но я к нему сейчас, скажем так, готовлюсь. И все свои новиночки вам обязательно покажу. Сейчас мой уход остался прежним. Ссылку на видео, где я показываю свой уход, я оставлю вам внизу в инфобоксе. Кому интересно, перейдите посмотреть. Из того, что у меня добавилось к тому уходу, это только вот эта пенка мусс от La Biostatic и Tonic. Они мне, кстати, очень сильно нравятся. Я без ума в восторге от них. И сейчас, когда пасмурная погода, то есть когда я знаю, что у нас там, допустим, завтра не будет дождичка, я использую вот такой тоник. Альфа комплекс. Заказывала я его на фармакосметике. Ссылку на него тоже вам оставлю. Это такой легкий поверхностный пилинг на основе фруктовых экстрактов. То есть он способствует обновлению кожи. Видите, активный ингредиент экстракт черники, экстракт сахарного тростника, апельсин, лимон. В общем, хороший состав. И вот таким образом я готовлюсь к тому, что я буду делать зимой пилинги. То есть периодически. Получается сейчас у меня где-то 2-3 раза в неделю я протираю на ночь лицо вот этим вот лосьончиком. И мне очень нравится. Кожа действительно преображается. Прям очень заметно. Я его очень сильно рекомендую. И также, девочки, хочу у вас спросить советом. Немного кто писал о том, что заказывают с сайта iHerb косметику. Очень хочу ее что-то отсюда попробовать. Потому что я в основном заказывала, кстати, только витамины. Вот Solgar тоже мне очень нравятся витаминчики. Детские витамины я всегда заказываю на этом сайте. И хочу попробовать. А также кокосовое масло я вот заказываю здесь. И хочу попробовать что-то из ухода. Но, если честно, у меня просто разбегаются глаза. Вот я знаю, что очень популярен вот этот тоник. Но многим он не нравится. Я вот видела некоторые видео на ютубе как раз таки вот с этим тоником. Многие говорят, что им не нравится вот этот тоник, что это вода водой. Девочки, вот посоветуйте, пожалуйста. Может быть, какой-то есть классный уход отсюда. Очень хочу попробовать. Я тут даже видела какие-то наборы для каких-то пилингов и так далее. Вот посоветуйте. Потому что мне как-то девочки писали, что заказывают свои херба. Но я что-то реально растерялась. Хотела бы что-нибудь попробовать отсюда для тела. Вот я, кстати, вот такой марки заказывала себе масло различные. Вот было дело для тела. Но как-то под впечатлением не осталось. И вот сейчас вообще не знаю, что можно... Вот этот тоже тоник, да. Видите, он вообще сейчас 9 долларов. Но не знаю, как вот он. Напишите, кто может быть пользовался, у кого сухая кожа. Что вы можете такого интересного посоветовать. Потому что я сейчас сижу выбираю витаминчики. Ну, детские витамины, себе витамины обязательно. Рыбий жир мне очень нравится. С этого сайта он просто какой-то волшебный. Маме тоже хочу витамины. И, кстати, может быть и витамины какие-то новенькие. Вы знаете, также хотела бы спросить. Может кто пробовал вот такие витамины от Салгар. Это для волос, я так понимаю, да. Стоят они 18 долларов. Вот. Или вообще может быть какие-то витамины. Вот я очень люблю для волос, ногтей. Может быть такие. Кто-нибудь пробовал. И я у кого-то из девочек как-то давно видела такие различные добавки. Знаете, наподобие, вот наподобие, да, вот этот детский какой-то холодный грипп. Вот противопростудный или для профилактики заболеваний. Ну, вот простуды детей там тоже очень хочу попробовать какие-нибудь. Но, честно, тоже теряюсь. Потому что я на самом деле с iHerb прям на вы. Я мало что когда здесь заказывала. Но сейчас что-то я прямо очень... И вы мне, девочки, писали, что на сайте iHerb очень много вам что нравится. В том числе витаминчики. Поэтому вот мне бы что-нибудь противопростудное для детей. Я не знаю, тут где-то хорошие отзывы, где-то плохие отзывы. Я не понимаю. Потому что, знаете, когда вот, например, детки болеют, как-то не очень хочется сразу давать какие-то химозные лекарства. Может быть что-то такое на основе травок, да, какие-нибудь вот какие-то детские травяные, да, капельки. Вот что-то такое. Знаете, когда вот чувствуешь, что ребенок заболел, и что-то ему дать для поддержания, как бы, иммунитета. В общем, я думаю, вы поняли. Если кто-нибудь из вас знает, тоже обязательно посоветуйте мне что-нибудь. Потому что я что-то сижу на самом деле тут как... Не знаю. Для меня это что-то iHerb. Не особо что-то понятное. Поэтому буду очень ждать ваших комментариев. Я надеюсь, вам понравился такой небольшой влог. Он был для вас полезен и интересен. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok